Самарский молодежный совет для региона – явление новое. Подобные объединения до этого действовали в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Но теперь и в родной Самаре организация обрела свой дом. Площадку открыли во время празднования «Ночи музеев». Здесь совет сможет качественнее выстраивать партнерские отношения с другими городами. С открытием нового пространства ребят поздравила глава города Елена Лапушкина. Она посетила творческий кластер на Ленинградской 77, где и появилась площадка. Теперь творческой активной молодежи будет еще приятнее трудиться на благо города. Первые проекты уже работают. Можно привести в пример такие проекты, как «Альянс молодых гуманитариев», «Завтрак с лидером». Наша задача – это сохранить устойчивые связи молодежи с их родным регионом. Следующей локацией, которую посетила глава города, стал музей Эльдара Рязанова. Здесь, в одноименном сквере, отметили двойной праздник. Пять лет исполнилось музею знаменитого режиссера и молодежному театру «Мастерская». Для самарцев и гостей приготовили мастер-классы, кинопоказ, а также грандиозное представление спектакль, который подготовили к юбилею 10 лет на двоих. Артисты исполняли песни из фильмов Эльдара Рязанова и играли музыкальные номера из спектаклей театра-студии «Мастерская». День рождения, как и положено, начался с задувания свечей на торте. Мы давно дружим с театром «Мастерская». Это уже не первый наш совместный проект. И поэтому, когда в этом году встал вопрос, как формировать программу, мы поговорили с нашими коллегами и придумали отпраздновать в ночь музеев наши два большие события совместно. Одной из главных площадок ночи музеев в этом году стал Струковский сад. Здесь на аллее прошел атмосферный кинопоказ картины «Похи немого кино», интересные факты о которых рассказал историк и ведущий научный сотрудник ВГИКа Сергей Каптерев под аккомпанемент композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Вячеслава Шевердина. А на главной концертной площадке сада выступил московский коллектив «Вива». Участники рассказали настоящие музыкальные истории о любви, родине и людях, живущих в России. Финишировал концерт хитом «Великолепная страна». Мне кажется, что именно и в этом есть патриотизм, когда наше сердце наполнено любовью. Когда мы любим природу, друзей, родственников, родителей, профессиональных людей, начиная от магазина до производства, от врачей до военных, которые жизнь свою посвящают своему делу. А это все содержимое благосостояния нашей страны. И это очень важно. Ближе к полуночи на летнюю сцену Струковского вышли знаменитые басы. Михаил Казаков и солист Большого театра «Атар Кунчулия». Красивые низкие голоса исполнили известные композиции середины и конца прошлого века. Концертную программу посвятили Федору Шаляпину. Самый раз вы сердце говорят. Ксения Баканова, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Константин Головин. Продолжение следует...